Здравствуйте! В эфире обозрение Тюмень Спортивная в студии Максим Яковлев. Сегодня мы расскажем о наиболее заметных событиях в физически, культурной и активной жизни региона. Сейчас коротко о том, что вы увидите в первой половине программы. Усилились новичками и сохранили лидеров. Пандемия не помешала менеджменту хоккейного рубина провести поистине титаническую работу. Новость последней недели – два Егора остаются в команде. Тренировки в онлайн-формате вполне логично завершились соревнованиями в аналогичном режиме. Тюменские танцоры провели летний кубок в том же режиме, которым занимались последние три месяца. Старый друг лучше новых двух. А два старых друга – это вообще прекрасно. Тюменский хоккорубин по ходу нынешнего межсезонья уже успел порадовать болельщиков переходами целого ряда ярких новичков. Но не менее значимая была работа по сохранению лидеров команды. Например, в выходные стало известно, что контракты с клубом заключили нападающие Егор Попов и Егор Бабенко. Оба 23-летних форварда играли заметную роль в успехах команды в минувшем чемпионате ВХЛ. Именно они стали первым и вторым снайперами Рубина в плей-офф, на двоих соорудив 10 шайб за 10 матчей. В итоге Попов и Бабенко дружно поставили свою подпись под новым контрактом на сезон 2020-2021. Я очень доволен остаться в родном клубе, в родном городе. Решение принимал как бы недолго. Были там варианты ВКХЛ. Такие как бы не стопроцентные. И поэтому я решил остаться в Тюмени. В беседе с нашей съемочной группой случился настоящий эксклюзив, который еще долго будут обсуждать болельщики. Попов решился на смену Вектора в своей спортивной карьере. Из хоккея он, конечно, никуда не уходит, но будет пробовать себя в несколько иной роли. Решил поменять позицию сейчас на роль центрального. Буду переходить. И я думаю, что с нашим тренерским штабом и вообще с нашей командой это будет идеальное место для того, чтобы освоить новую позицию. Сейчас вообще на рынке дефицит центральных. Поговорил с нашим генеральным менеджером Николай Николаевичем Бабенко. И с нашим тренером. И как-то взвесил все за и против. И вот так вот и решил. В свое время, к слову, путь из фланговых форвардов в одного из лучших центральных нападающих в ЭХЛ проделал Денис Ячменев. Что касается Попова, на вбрасывание он и так вставал чаще других фланговых рубина. Но Егор, конечно, понимает, что предстоит освоить много новых навыков. Один из важнейших – умение вести игру все пятерки. Много чего, много работы сейчас предстоит. Я, наоборот, доволен, что сейчас что-то новое для себя узнавать в нашем любимом деле. И там спиной надо будет кататься, потому что она будет постраховывать защитников, и в обороне играть, и все в таком ключе. Коронавирусный период Попов переждал в Тюмени. Точнее, за городом, где не прекращал тренировки даже после отмены сезона. Как и Бабенко. Но и перезагрузиться, немного отойти от рутинного процесса парням тоже удалось. За неимением заграничных альтернатив два друга со своими девушками отдохнули в Сочи. Долгое время тренировались с Егором. И как-то уже была такая тяжесть психологическая, что постоянно тренируешься. И вот удалось немножко разгрузиться психологически, соскучиться по своему любимому делу. И с новыми силами готовы сейчас работать. Так сложилось, что Попов и Бабенко, тезки, ровесники и друзья почти во всем повторяют путь друг друга. Они начали хоккейную карьеру в родной Тюмени. Оба в юношеском возрасте набирались за океанского опыта в Канаде. Затем было возвращение сначала в Россию, а потом и в родной клуб. После практически синхронная проба сил в континентальной хоккейной лиге. И, наконец, переход в Рубин по ходу минувшего сезона. Вот и новые контракты с клубом Егоры заключили одновременно. Как-то само так все получается. Ну, так немножко подшучиваем. Так что, ну, так прикалываемся, что через лет 10 будем уже сидеть, как Кичменьев Денисов. Старшики команды, блин. Ну, как-то так. О том, насколько с ними Рубину будет проще решать самые серьезные задачи, лучше всего скажут цифры. Бабенко стал лучшим снайпером команды в минувшем плей-офф, забросив 6 шаев. Всего за сезон он набрал 24 балла, 12 плюс 12, в 45 поединках. Попов провел 43 матча и набрал 28 очков, 14 шаев и столько же передач. Для него предстоящий сезон станет уже пятым в составе Рубина. На лицевом счету более 200 поединков за команду. Это показатель уже не молодого парня, а опытного лидера. Сейчас сезон еще ответственнее, надо как бы брать больше на себя, помогать ребятам новеньким, осваиваться в команде. И помогать молодым ребятам тоже переход из молодежной лиги сюда где-то подсказывать. Потому что сам таким был и понимаю, когда очень приятно, когда ребята взрослые, опытные, подсказывают тебе. Даже несмотря на смену амплуа Попова, набор крайних форвардов в команде на бумаге просто потрясающий. Помимо Бабенко, это Вадим Кравченко и Денис Давыдов, Роман Горбунов и Семен Иванов, новички Никита Мокий и Алексей Митрофанов, молодые Иван Степанов и Михаил Сусликов. Плюс на сборах из кожи вон лезть будут другие хоккеисты Тюменского легиона, которые получат шанс. Я думаю, что неплохой состав у нас даже, я бы сказал, очень хороший. Будет хорошая конкуренция среди ребят и это только пойдет на пользу. Попов в ряду центра форвардов составит компанию Капитану Ичменеву, новичкам Вадиму Хлопотову и Денису Латышевичу. Есть еще универсал Евгений Соловьев, способный сыграть и в центре, и на краю. Состав Рубина действительно впечатляет и заставляет ждать сезон с большим нетерпением. Полным ходом идет перестройка в футбольном клубе Тюмень. Команду пополнили защитник Дмитрий Садов, а также Хавбеки, Руслан Навлетов и Евгений Ушаков. В то же время черно-белых покинула солидная группа игроков, которые задавали тон в прошлом сезоне. Денис Вамбольт, Георгий Бурнаш, Артем Семейкин, Давид Захов, Александр Суботин и Артур Газданов. С последним мы связались по телефону. Полузащитник был одним из самых ярких футболистов Тюмени в прошлом сезоне. В первенстве России среди клубов ПФЛ Газданов успел провести 15 матчей, в которых отличился дважды. В трех поединках Кубка страны 27-летний игрок также оформил два гола. Артур прошел зимние сборы при новом тренерском штабе во главе с Игорем Менщиковым. Однако в планы наставника не вписался. После яркого начала в сибирском клубе полузащитник при главном тренере Горане Алексиче, а позже его преемнике Вячеславе Афонине, все чаще стал оказываться на скамейке запасных. В его игре наблюдался спад, впрочем, как и у всей команды. Снять очков, мне кажется, сыграло ключевую роль в том, чтобы мы не решили задачу. Как таковую, вроде бы команда у нас особрана была. Очень неплохая по меркам второй лиги, даже первой лиги. Игры проходили так, что мы практически со всеми командами играли в позиции силы. Проводили преимущество наше. Поэтому я думаю, и вот эти вот снятия очков, конечно, сыграя ключевую роль в этом сезоне. Но долго Газданов без работы не просидел. И уже сейчас находится на просмотре одного из клубов ФНЛ. Зато в Тюмень вернулся Андрей Павленко. 33-летний полузащитник провел в стане черно-белых 7 лет. Носил капитанскую повязку, а покинул ВК Тюмень после неудачного сезона 2017-2018 годов. После этого успел поиграть в ФНЛ за Владивостокский луч и чайку из Песчана Копского. В его возвращении оказался заинтересован главный тренер сибирской команды Игорь Менщиков. Поэтому футболист, не раздумывая, подписал однолетний контракт с клубом. Игорь Анатольевича я знал. Я знал, что он в Тюмени работает. Лично с ним работали еще при Дурневе здесь. Поэтому я решил ему набрать, спросить, поинтересоваться, может быть, нужны футболисты. Как бы набрал, он сказал, хорошо, мы обсудим этот вариант, подумаем. И получилось так, что меня взяли в Тюмени. Когда человек близок к своей цели, он начинает не идти, а танцевать. Так сказал когда-то Фридрих Ницше. Но в мире есть очень много людей, для которых танец и есть цель. Их на пути к выражению себя через это искусство ничто остановить не может. Даже всемирная пандемия. Вот уже три месяца, как из-за коронавируса, спортивные танцы в Тюмени ушли в онлайн-режим. Нужно отдать должное. Делали это очень своевременно и качественно. Дистанционные тренировки, различные проекты. Все это позволяло держать танцоров в форме и тонусе. Особенно воспитанников спортшколы «Формейшн Вера Дети», входящих в систему подготовки мастеров самого высокого уровня для сборной области. Новые условия диктуют подходы, некоторые, которые надо искать. И мы думаем, что нашли то, что в данной ситуации может максимально с высоким КПД вытащить нас в то, что дети уйдут в отпуск на летний период. И затем, когда начнется сезон, мы рассчитываем, что он начнется. Наши дети, прошедшие весь этот трехмесячный онлайн-тренировочный этап, они будут более подготовлены, чем если бы мы этот креатив не придумали и не воплощали. Вишенкой на торте онлайн-периода в минувшие выходные стал турнир «Летний кубок ТМН-2020». Эти соревнования являются традиционными. И пусть в регионе режим повышенной готовности еще действует, отменять их и не подумали. Просто паркет стал виртуальным. В турнире выступили порядка 500 дошколят, которые обучаются о замхореографии в группах «Формейшн Вера Дети», действующих в детских садах Тюмени. Этот онлайн-турнир охватывает самый младший и самый важный коридор возраста. Это дети, на которых мы будем полагаться как на носителей спортивного уровня и результатов для нашего города лет так через пять. Ну и дальше, как по нашей системе, когда-то они станут, безусловно, лучшими из них участниками сборной Тюменской области, команды «Формейшн Вера». Юные танцоры от трех до семи лет в домашних условиях демонстрировали на видеокамеру свои навыки. Наша съемочная группа воспользовалась гостеприимством двух семей, чтобы увидеть и рассказать, как это устроено. Сначала мы побывали у Романа и Ксении Рассляковых, воспитывающих юную чемпионку по имени Злата. Для нас это второй кубок губернатора, и он не менее волнительный, чем оффлайн, когда это проходит. Для Злата, конечно, это волнительно, но дома как-то спокойнее. Наверное, обстановка помогает дома для такого формата занятий. Но подходим со всей ответственностью, тренируемся ежедневно. Помимо основных занятий, мы и сами дома тренируемся. Настраивалась молодая участница серьезно. С одной стороны, дома и стены помогают. Привычная обстановка, рядом родители, меньше давления. С другой, атмосфера спортзала давала свои неповторимые эмоции. Каждый ребенок новые условия принимает по-своему. Мотивация, я думаю, будет одинаковая, потому что не хочется подвести ни тренера, самой выступить достойно. Поэтому, я думаю, по таким ощущениям это будет одинаково. Это все равно ответственность, и она в любом формате сохраняется. Либо это на большой арене, либо это дома. Программа соревнований была необычной. Участники выполнили элементы сразу из трех танцев. Кубинского балеро, испанского пасадобля и английского квикстепа. Со своим комплексом Злата справилась уверенно, после чего ждала оценок судей. И здесь опять похвалим организаторов. Они еще в процессе подготовки к соревнованиям придумали целое путешествие для детей. Сколь уж настоящего этим летом ждать не приходится. Ребята изучали страны, где появились три вышеназванных танца. Подключали родителей, которые готовили для детей атрибут из этих государств. Кубинские маракасы, испанские цветы, английские короны. И судейство было соответствующим. Сотрудники нашей спортшколы, они соответствующим образом одеты. Они представляют разные страны. И дети в ходе этого конкурса, они демонстрируют три вида хореографических движений под специальную фонограмму. Ну и их оценивают, соответственно, представители трех разных стран. И за отдельные блоки той хореографии, которую каждый ребенок показывает, они выставляют им оценки в виде золотых и серебряных медалей. В семье Шторц оба родителя, Максима и Екатерина, занимались танцами. По-хорошему, выбор дочери Александры был понятен и предрешен. Но папа и мама отметили, что этот спорт и ей самой пришелся по душе. Родителям же прежде всего важен элемент вовлеченности ребенка в здоровый образ жизни. Спорт – это очень хорошо, поэтому мы всячески поддерживаем. Тем более, сами в свое время творчеством, спортом занимались. Довольно-таки воспитывают и характер, и вообще поведение ребенка совершенно другое. Получается отзанять спортом. То есть ребенок остается более собранным, дисциплинированным. Перед соревнованиями больше волновались как раз родители. А рассудительная Александра была спокойно, излучая уверенность. Буквально за 10 минут до выступления она неспешно демонстрировала нам, чего уже успела добиться за те два года, что занимается танцами. Выделить для ее наград, к слову, уже можно целую галерею. Я, по-моему, перепутала. Вот это вот с последнего моего конкурса, а то с позапрошками. Важный момент. Те танцы, которые молодые ребята выполняли на онлайн соревнованиях, обычно изучают в более старшем возрасте. Предложить эту программу дошколятам было смелой идеей, которая не просто помогла больше узнать о культуре разных стран, но дала возможность попробовать участникам что-то новое, принять этот вызов со своими наставниками. Самый простой для меня – это румба. А вот самые сложные, где я иногда ошибаюсь, – это посадобль. А почему там какие-то сложные движения есть? Ну, там всякие такие сложные повороты, шаги, немножко сложные. Постепенно сначала один танец, потом второй, третий, и постепенно соединяли к конкурсу. Вчера я присутствовала на занятии, они уже собирали полностью всю связку, как это будет выглядеть, все три танца подряд. Александра выполнила программу «Как по нотам», не забыв ничего из того, что с тренером и родителями разучивала целый месяц, после чего пригнула к экрану телефона, где арбитры уже были готовы вынести свой вердикт. Оценка англии золота. Саша, Саша, большая молодец. Места отличные. Саша, ты большая румбинька. Я очень довольна. Ну, я справилась. Две золотые медали и одна серебряная – это для меня хорошая оценка. Несмотря на то, что летний кубок ТМН 2020 прошел в онлайн-формате, дипломы его участники получат настоящие. Их вручение состоится после отмены режима повышенной готовности в регионе. Также важно, что примерно треть выпускников детских садов завершают обучение в группах «Формейшн Вера Дети» и переходят на другой уровень. С нового учебного года они продолжат тренировки уже в ДЮС США Центр танцевального спорта Тюмени, а также в танцевальном клубе на базе Дворца спорта «Творчество Пионер» в школе номер 65 и в лицее номер 90. Далее в программе. С мыслями о Токио. Этим летом пары триатлониста остались без главного старта четырехлетия. Но переносы игр – не отмена, поэтому подготовка к ним продолжается полным ходом. Смена деятельности. Казалось бы, если ты на протяжении всей своей спортивной жизни привык попадать по крохотным биатлонным мишеням, то уж в футбольный створ точно не промахнешься. Оказывается, не все так просто. Они могли в этом году поехать в Токио, но сейчас с большим удовольствием воспринимают хотя бы возможность потренироваться в родных краях. Тюменские пары триатлонисты продолжают жить, надеждой отправиться в Японию, но только следующим летом. А потому о каждодневной работе не забывают. И бегают, и педали крутят. А совсем недавно начали еще и плавать. Раннее воскресное утро. Поселок Московский. Очередная тренировка наглядно демонстрирует, насколько для людей, которые не представляют жизнь без движения, отраден факт, что непростой период самоизоляции остался позади. Надо было долгое время находиться в помещении, практически не выходя из дома. Но все средства для подготовки у нас были, и станки. И у кого-то дома есть маленькие там комплексы свои спортивные, резина, тренажеры на руки. Так что, в общем-то, тренировки не останавливались. Да, это был онлайн контакт, естественно. То есть, я давала задания в формате онлайн. Они также отчитывались о проделанном. Некоторые даже ролики выкладывали в Инстаграм, там, и кого где получилось. Нет, продолжалась работа, конечно. Самоизоляция на выдумку хитра. Каждый, как мог, тренировался в домашних условиях. А кто ищет, тот, как известно, всегда найдет. Особенно, если квартиру переоборудовать в спортзал. Да, у меня, получается, прихожая достаточно крупная. Поэтому я там такой мини-спортзал получился. Резина автомобильная, и велостанок, сам велосипед, и место, где тянуть резину, и, соответственно, где прискачать. Василий Егоров для отечественного паратриатлона – личность легендарная. Именно он стал первым российским чемпионом мира. Правда, случилось это относительно давно, в 2014 году. Но теменец верит, что очередные титулы не за горами. Потому что я потихоньку, у меня форма становится все лучше и лучше, и есть результаты, есть возможность повторить данный результат. Одним из кандидатов на поездку в Токио был, остается Александр Ялчик. В своей группе он сильнейший паратриатлонист в стране. Жил мечтой участия в Паралимпиаде. Теперь надеется, что желание это все-таки осуществится, пусть и в следующем году. Ставим одну за основную задачу – это попадание и успешное выступление, естественно, на Паралимпиаде. Остальные старты как подготовительные. Учитывая последние события, что кишут, то до первого числа в Тюмени вообще запретили массовое проводение соревнований. Будем надеяться на другие регионы, что у них раньше разрешат проводение соревнований, чтобы уезжать к ним. Тренироваться на улице разрешили уже в конце мая, а потому пробежки и километры, оставленные позади на велосипеде, стали для паратриатлонистов долгожданной явью. С плаванием было куда сложнее. Приходилось выкручиваться исключительно за счет тренажеров. Но это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Буквально за последнюю неделю ситуация изменилась. Членам национальных сборных разрешено тренироваться и в спортсооружениях. Поэтому и сейчас есть возможность поплавать и в бассейне, чтобы быстрее восстановить былые кондиции. Была до определенного периода проблема с плаванием, потому что плавать нигде не разрешалось, только в открытых водоемах. Сейчас более-менее бассейн отпустили, разрешили плавать в бассейне. И потихоньку уже проблема решается с плаванием. Сейчас чуменские паратриатлонисты усиленно тренируются и ждут хоть каких-нибудь соревнований. Правда, пока совсем непонятно, когда они состоятся. А потому приходится жить воспоминаниями, в том числе теми, которые принес самоизоляционный период. Она училась готовить печеньки. Ну, да, в основном печеньки. Все остальное я умела готовить. Лучший отдых для любого профессионального спортсмена – это смена деятельности. Биатлонисты сборной Тюменской области даже летом стараются поддерживать физическую форму. Потому свободное время в рамках предсезонной подготовки посвящают непривычному для себя виду спорта. Дважды в неделю биатлонисты вместо лыжи, роллеров и палок ищут свободную спортивную площадку с воротами, берут мяч, надевают кроссовки и включаются в самую популярную на планете игру. Рваная работа тоже полезная, вот эта скорость именно, короткие ускорения, резкость вырабатываем. Как бы это тоже надо. Все равно, понятное дело, что форма не такая, потому что работу не ту делали, не так тренировались. Ну, в целом, зато отдохнул. Свежий. Прикольно все равно, основную тренировку, как бы я делаю, даже по две бывают. А так мы собираемся с ребятами, ну, частенько прям. Ну, так, тут чисто вот прикалываемся, угораем. Весело. Аккуратненько пытаемся. Мы сильно-то как бы не идем в обводки, мы так на распасовке вот аккуратненько играем. Сильно так прям не увлекаемся, чтобы прям разрывать последние там мышцы, там что-то такое вот. Так, легко. Всегда на разных площадках играем, так как иногда некоторые жильцы домов жалуют, типа, почему вы здесь играете, мы за эту площадку платим. Это бред, я считаю, какой-то, и выгонять, когда мы ничего не рушим, не ломаем, мы же не вандалы. Матчи проходят по отличным от FIFA правилам. По биатлонным канонам здесь нет аутов и жесткой борьбы, а игра длится до тех пор, пока не надоест. Понятия гостевая и домашняя формы тоже отсутствуют. Майки соперников вполне могут оказаться одного цвета. Нагрузка такая хорошая идет, не замечаешь в азарте. После, как заканчиваешь играть, так давно уже есть такая усталость. Ну, многие предпочитают, конечно, футбол. Мне кажется, иностранный, может, спортсмен. Но в России это как-то не любят, что травмоопасно. И все равно смартфон. Когда был в команде с Эпибросом, часто был в футбол, наверное, раз за лето, раз в 20 играли. И никто не переживал. А в России это не предпочитают. Заметнее всего на поле проявляют себя завершившую карьеру братья Печенкины. Старший, 28-летний Александр, может похвастать золотом чемпионата Европы и двумя медалями высшего достоинства, завоеванными на универсиаде в Трентино. Иван же принимал участие в чемпионате мира среди 19-летних юниоров и первенстве планеты по летнему биатлону. Саша Печенкин хороший защитник. Потому что он большой и он толкает всех. И не получается с ним совладать. А вообще, как бы, Ванька нападающий, хороший. Хорошие моменты, пасы дает. Каждый чем-то отличается. Ну и из нападающих как бы двое. Ваня, Печенкин, мой брат, Геннадий. Тоже с ним тяжело, они возят. И у них расспособки такие, как будто они уже лет 10 вместе играются. Да, у них вообще вот все вот, как по ниточке, вот, как в аптеке все вот. Просто иногда стоишь уже, ничего не творят, вот. Просто обходят вдвоем всю защиту и еще и забивать успевают, там, по голову в пять. Но даже завершив карьеру, братья Печенкины продолжают тренироваться. Голос утверждая, что спорт – это не просто стиль жизни. Это путь, с которого после нескольких лет систематических физических нагрузок невозможно свернуть. Каждый день стою в 9 утра и иду на тренировку. Это как зарядка, кем-то в 10 прос, и потом так, небольшое, какое силовое. Ну, шесть раз в неделю всегда бегаю. Все, окончательно завершился на карьеру. И, скажем так, повесил лыжи на гвоздь. Да, теперь хотел заняться каким-то бизнесом, но пандемия все порушила. И пока ждем, когда это все возобновится, и тогда начнем открывать дальше. ГТО в Тюмени Будь ГТО! ГТО – это модно! ГТО – это круто! ГТО – это стиль жизни! ГТО – это твой шанс! Будь в тренде! Будь с нами! Подтянись к движению! Докажи, что ты можешь! Гордись собой! Наставь свой личный рекорд! Мы с ГТО – мы в движении! А ты! Подтянись к движению! Получи свой знак отличия! Это был последний сюжет на сегодня. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова